Здравствуйте, коллеги. Немножечко сконкретизировал название своего выступления, не просто формирование самовской общины, а это формирование в зеркале исторической концепции. Мы посмотрим, насколько разные исторические концепции, разные подходы к рассмотрению истории и социальной структур, повлияли на идею самовской общины. Можно попробовать еще разу. Сначала хочу объяснить, что здесь речь пойдет прежде всего о восточных самах. Организация восточных самов. Восточные самы, их объединяет общность языков, несколько языков, которые, или говоря в старой традиции диалекты, которые сегодня были называть Кольцамский. Раньше он назывался Санитазецкий, 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 Санитазецкий. Раньше они так или иначе имели российское подлоство. Сейчас часть из них является, часть потомков этих самов являются гражданами Финляндии и Норвегии. Ну и, соответственно, всех их объединяет на отношениях к православию. До сих пор эти группы, которые живут в Финляндии, Норвегии, а остались православные. Это общая схема сферы долговоложения, которая показывает длительность, даже длительность самов. Теоретическая рамка моего выступления. Аллан Купер, антрополог, написал, несколько работ, посвященных становлению антропологии как науки. И, в частности, он проанализировал, что именно формирование таких концертов, от которых потом приходилось отказываться, часто таких концертов, которые в русской традиции известны как общий народ, английская немножко по-другому выглядел, что эти концерты изобретенные. И они были изобретены в рамках теории исторического прогресса в значительной степени. И они возникли в 19 веке, фактически они стали основой, на которой стала развиваться антропология как наукрыли этнография. Причем он показывает, что возникла вторая, была первая волна в середине 19 века, а вторая волна в антропологии была в первой половине 20 века. Я вот не про треть. Сами по себе было понятно, что мое отношение к понятию общины, вот, в частности, цитата из Ольги Юрьевны Артемовой, специалистов по антропологам, специалистов по обществу хобиков и собирателей, что дискретное корпоративное социальное объединение – это признак общества, обладающих оседленностью корпоративной формы собственности и производства, политической властью. В особенности же способствует формирование регулярное налогообложение в группы с устойчивым эффективным составом необходимо прежде всего для сбора понятий и наложения возможных правильностей на население. Значит, основные концептуальные подходы, которые будут рассмотрены здесь – это концепция исторического прогресса, подход с точки зрения истории исторического прогресса, который влиял на развитие общества так или иначе. Ну, с этой точки зрения. Традиционалистская и примордиалистская концепция, которая предполагает, что это все было вот изначально заложено в такие социальные структуры, и они, собственно, может быть, и просто внешние факторы на них влияли, негативно разрушали их или как-то. трансформировали. И фирменологическая концепция, которые просто рассматривали историческую ситуацию в давности и дальше, как она трансформировалась и так далее. В мировой антропологии, особенно в скандинавской, Сейх был открыт Лен Таннером, финским географом начале XX века. И он исследовал скольтов, то есть несколько групп восточных самов, бывших подданных России, которые проживали в Финляндии и Норвенгии. И он обратил внимание на такие черты, которые резко выделяли эти группы, отличали эти группы самов от тех самов, которые известны в других частях Скандинавии и Финляндии. То есть это общая территория с определением ее границ. Это закрепление передел участков между семьями, органы управления, которые существуют. Это СОГБА, СФОТ и НАРОС, участие в главном хозяйстве в совете, переход прав на участок от отца к сыну, патриархальная система организации, то есть главенство мужчин, но при этом билатуральный счет родства. Концепция Таннера стала том, что такая схема организации является первобытной системой социальной организации СААМ. И она сохранилась в России, а в Скандинавии и Финляндии не сохранилась, была разрушена. И мало того, значит, он видел то, что существует еще и община в России, в мире, и он говорил, что нет, это принципиально совершенно другое, отличается. В частности, он показывал, что есть разная система участия в управлении, но к этому нечего не спозже. И основной тезис был то, что влияние шведского норвежского коммуниализма и капитализма на разрушение СААМСКОй общины привело к тому, что там мы не наблюдаем никакой общины, а вот здесь, в России это все сохранилось. Ну, и эта позиция, этот тезис, эта идея Таннера, она оказала очень сильное влияние на спинлянскую историческую цературу, на подход вообще к изучению социальной структуры СААМСКОй. Все, в общем, большинство исследователей достаточно длительное время, вплоть до недавнего времени, вплоть до последних 30-35 лет, но это была фактически обязательная точка зрения, что действительно первобытная община сохранилась в России. Везде она была разрушена. Это привело к некоторой такой дискуссии. Дело в том, что в СИИД, это название на восточно-самбских языках, СИИД, СИИД, это слово, фактически тот же термин, который на западно-самбских языках звучит как СИИДА, и возникла дискуссия о том, что такое СИИДА, что она обозначает, что изначально обозначало у СААМов почти спинлянских, и возникла целый ряд вопросов, почему у западно-самбов нет СИИДА, почему у восточно-самбов есть исторические причины, и вот факторы, как это влияли на разницу социальности в ОРОН. ВОРОН – это один из таких основных авторов, кто сформулировал, наверное, больше всего тезисов по поводу обоснования, тезисов, обосновавших разрушение асамбской общины, в частности, говорил о том, что это природные условия повлияли, это повлияло на экономическое и административное влияние, потому что разрушение традиционного влияния. Опять же, та же самая идея колониализма в разных вариантах. Но по поводу того, какие же реальные факторы были, было приведено как аргумент, в частности, развитие стадного линиеводства в Скалинавии. Почему? Потому что это усиление самостоятельной молодежи и уменьшение традиционной системы власти. Кроме того, это развитие самостоятельной семейной экономики, то есть речь шла о том, что уже экономика была не на уровне всего СИИ, или как в русской традиционной по ГОСТу, а вот на уровне СИИ. То есть то, что наблюдали в этнографии Скалинавской, когда действительно аргументство, семейная экономика. Ну и еще поразительное дело, консервативное значение русской церкви, в частности, была выдвинута идея, что русская церковь поддерживала власть стариков и детей, которых уважали, и которые каким-то образом почему-то, видимо, русская церковь специально благоволила старикам, отличая от старых возрастов. И еще интересный момент – сохранение старых самских кладбищ, потому что в российской традиции действительно старые кладбища и православные традиции не уничтожались, а продолжали существовать и продолжали хоронить на самых своих мертвых, на старых кладбищах предыдущих, в том числе, например, на островной богине, на которые, по идее, сегодня должны быть. А вот, допустим, в Скандинавии Лютеранская церковь, наоборот, запрещала хоронить на старых кладбищах и можно было хоронить только лишь на кладбищах, освященных, находящихся возле церквей. И это с точки зрения автора, например, сильно разломало социальную роль старшего поколения, которые осуществляли как бы связь, посредничество между предыдущими поколениями через вот эти, допустим, кладбища и через вообще пространство, территорию, которую управлял Российский. Разрушение этого пространства, уменьшение роли стрельков, в частности, привело к празднию Синьи. Но при этом вопрос в том, что была ли коллективная организация за того-то в Скандинавии, к чему речь идет о том, что обязательно она должна была быть. Дополнительные аргументы, которые приводили, что необходимо было вести в частности коллективные деятельности, которые наблюдают, допустим, группы ловчих ям, ловчую охоту, для использования этих групп предполагала именно коллективная организация охоты. Кроме того, конечно же, рыбная ловля на больших участках. Есть русская традиция, которая также восходит к тому же по ходу исторического прогресса и верования в то, что есть некий прогресс, который двигает, по которому развивается социальная структура. И вот существуют обязательные этапы, которые, правда, должны проходить все народы. И, в частности, например, тот же самый Николай Николаевич Харузин пишет в своей книге «Русские лопари» о том, что вот он нашел следы родовой общины. Вообще, кстати сказать, потом и советские этнографы считали своим долгом, обязанностью постоянно искать следы тех пережитки прежнего общества, пережитки прежних общественных отношений и так далее. В частности, общинных отношений, которые считались обязательным этапом для всех народов. И, в частности, он приводил пример как следерного организации, это обмоличие фамилии у Самов. Но я просто знаю сам по себе, потому что когда они возникли с Самовской фамилией, в начале первой половины XVII века большинство Самовских фамилий возникло. В это время жили те конкретные люди, от которых эти фамилии возникли. Ну и семейные угодья, которые вроде бы как существовали за этими фамилиями. На самом деле семейные угодья, конечно же, они не были полностью закреплены ни за какими семьями, а были просто как бы традиционно, без всяких юридических документов или каких-то соглашений, они просто традиционно передавались в отзывы к сыну, пользовались этими угодьями. То есть не было такого специального права жилства, которое закреплял бы угодья за семьями. Ну, в значительной степени, конечно, источником еще был у Харуизина, отец Константиновича Кавдина, когда мы сегодня слышали совершенно замечательные документы. Другой автор, который описывал общение, это была Елененко, которая собирала сведения о юридическом быте народов севера России, и она приводила такие примеры, что по поговорке Саамок, что мир умней одного члена, одного Саама, в том, что община – это очень важная для их жизни структура, и община, которая называлась точно так же у всего остального населения – мир. Вообще, я пропустил момент, но само понятие общины, конечно, сам термин возник в конце 30-х годов 19 века. А люди, которые сами жили в этой системе, называли эту систему мирную. И источник ее, были материалы ответов на анкету Русского географического общества отца, Георгия Терентьева, когда он служил в Матозерском, и потом в Матозерских Погостах, она жаловалась, что он ответил на вопросы не очень полно. И на самом-то деле, фактически, то, что он написал, и то, что она пересказывала, по большому счету, не было чем-то изрядно уникальным для другого населения. Я к этому еще вернусь позже. Ну, и потом, спустя какое-то время, исследовательница, которая была горячей поклонницей идеи общины в России, опять же, как метап поисторическому, родовой общины, которая исторически владела землей и так далее, она специально стала искать корни этого в истории. То есть она специально перелопатила огромное количество документов для того, чтобы найти свидетельство того, что это община, в которую она верила, что у нас реально исторически существовала. И она призналась, что после двух лет постоянных поисков она ничего не нашла, и она, в общем, разочаровалась в этой идее. Ван Федорович Ушаков очень интересно оставил в Санской общине интересное мнение. Потому что, ну, большая часть его работ они являются такими популярными, то есть часть-то там нет ссылок на материалы, откуда он берет информацию. И у него можно увидеть мнение, два мнения в работах. Одно мнение – это фактически пересказ цитата Неселовского, где идет речь. Ну, та самая традиционная схема, что община родилась из родовой общины, что сначала это была семья, потом, значит, все стало вырастать в соседскую общину. То есть это такой классический, позитивистский… И, соответственно, потом… Второй тезис в том, что, на самом деле, в Санской общине это уже увидел момент разложения, что там все распадается и ничего там не осталось. Вот. При этом совершенно замечательная ситуация, которую я обнаружил в западной литературе. Значит, коллега Эйдлиц Кури Ольёк, она в одной из своих статей, она говорит, что она как раз является сторонницей того, противницей общего мнения, общего майн-стрима в скандинавской литературе, о том, что у Восточной Савры – это все такая первобытная, исполненная социальная структура. А вот она ссылается на Ивана Федоровича Ушакова, который на конференции на одной, где-то у них в Финляндии, ей сказал, что на самом-то деле эта община, восточная община – это результат административной политики русского государства. И она говорит, что… Он не привел мне таких доказательств, но я не могу ему не верить. И ссылается на его работу. В его работе, собственно говоря, идут вот эти тезисы, которые я только что говорил. То есть, может быть, конечно, Иван Федорович у него третья точка зрения, которую не публиковал. Значит, другая точка зрения, которая исходит из идеи развития из прогресса, это вот та идея, о которой я говорил, традиционалистская такая или примордиалистская идея. Потому что община она действительно была всегда, и это самое правильное то, что было. Более того, та система управления, которая была в Сити, это вот исполненная система социальной структуры. А Собор и Норрис, которые я уже упоминал, они вообще про образ социального парламента ни много ни мало. И они сохранились в России, в отличие от других стран. Эту идею высказал Калстов в общем-то популярной книге, которая была издана на русском языке. Соркунова. Значит, но эту идею, значительно такую идею взаимосвязи с парламентами саамскими, то есть как бы такая модернизация вот этого примордиализма, она получила отклик как раз у тех, кто занимается политологией на саамскую тему или аборигенную тему. Вот Берг Кабле – это норвежский молодой исследователь, который как раз занимается изучением саамской политики. И Зиганшин, который защитил в вышке диссертацию на степень кандидата юридических наук, он писал на тему развития самоуправления у коренных народов, коренных младшеств народов Севера. И как пример приводил вот как раз вот эту вот систему, что да, вот была такая традиционная система самоуправления у саамов. Значит, да. Ну, вернемся немножечко к стеменовскому литературу, потому что вот если посмотреть на результаты археологических раскопок, к сожалению, у нас вот только Марк Михайлович будет начинать раскопки с аамской археологии у нас. А в стране это имеет такое большое развитие. И, в частности, было прослежено несколько тенденций. В частности, например, рост вовлечения саамов в международную торговлю, с начала новой археологии, которая явно повлияла на, то есть не только на систему обмена и изменения приоритетов в хозяйственной деятельности, но и, соответственно, социальную структуру. И появление социальной иерархии в раннем Санкт-Петербурге достаточно хорошо прослеживается в саамских археологиях. Кроме того, если говорить про поселения, которыми являются погосты, они хоть и сезонные, но поселения, то есть со скопления жилищ. В принципе, фактически на скандинавском материале они прослеживаются только вот на протяжении 16-18 веков. С 18 века они исчезают. А до 16 века тоже их, в общем-то, нет. Значит, Кнут Отдер, археолог, один из таких самых ярких сторонников индивидуализма, он говорит, что слово «социальная структура» – это «хозяйство», в смысле. И, в частности, о появлении каких-то специальных групп домохозяйств, то есть групп жилищ – это исторический выбор конкретно домохозяйств, который, в общем, временный, то есть до того не было и после того не было. Кроме того, есть еще государственная или юридическая школа в историографии Швеции и Финляндии. она исходит из влияния фискальных систем на Швецию, на саму Швеции и Дании, прошу прощения. В частности, шведская система налогообложения предполагала такой, был введен такое понятие налога, как «самская земля», облагаемая налогами. Она выделяла специальные участки, которые брали в аренду домохозяйств или в такое владение. Не небольшие группы нескольких домохозяйств, а именно домохозяйств. Это были достаточно большие участки, и фактически вот так происходило действительно реальное закрепление за семьями участков. Туда входили леса, и водоемы, и горы. Но эта система начала рушиться при организации, при развитии оленеводства, когда изменилась система хозяйства, изменились маршруты миграции. И можно было увидеть, как сама система этих владений, этих аренд вдруг начинает удлиняться, становиться какой-то такой фрагментарной и становится вообще международной. То есть люди самые, которые начинают кочевать вместе с оленями, они кочуют между Швецией и Горрегией. И там, и там. Я прошу прощения, заканчиваю. В принципе, Ларс Иван Хансен, норвежский исследователь, он немножко подвлек итог дискуссии в скандинавской литературе. В последний раз в 2014 году о том, что в ходе истории самское общество имело разные приоритеты, и использовала воздействие разных внешних факторов в том числе, в том числе развитие торговых связей и развитие разных фискальных систем. И организация социальная принимала совершенно разные формы. То есть она могла быть такой и такой, и эти формы не обязательно были универсальными, а в каких-то регионах самских такая и другая. Значит, если говорить вкратце про ПГОСТ, про ПГОСТ, это комплекс угодий, одновременно это коллектив пользователей угодий и коллектив налогоплательщиков. К этому, значит, привело крепостное состояние населения, когда людей закрепили на том месте, где они платили налоги, и запрет на продажу своих угодий во вне, начиная с 17 века. Нагружение коллектива управленческими компетенциями, там не только выплата налогов и обывания повинностей, рекрутская повинность, это ответственность между, не только перед властями, но и между собой. Например, когда люди выбирали, кто пойдет служить в рекруту, и, конечно же, можно себе представить, что они со своими односельчанами друг перед другом, у них была такая же ответственность, как перед властями, может быть, даже больше, как у моральных там. Очень большое влияние оказала крестьянская реформа Киселева в 1837-1841 году. Саамы были государственными крестьянами. К тому времени уже статус был практически совершенно твердый и четко закреплен, и во время этой реформы была разработана достаточно скрупулезная система управления. Двушкутенческая система, сельские общества и его области, в них вошли по ГОСТу. В результате та самая система самоуправления, которую описывал и Таннер, и Ефименко, это та самая система, которая была сложена, расписана подробнейшим образом со всеми правами, со всеми обязанностями, с условиями, как выбирать, на сколько, что они делают, сколько им платить. То есть буквально скрупулезная система управления, была расписана в законодательных актах, которые были приняты во время Киселевской реформы. То есть она действительно государственная система управления, условно. Да. На последний выход. Кроме того, если делать выводы, развитие социальной структуры восточных самов, в 16-м, 20-м век стал, проходил под воздействием фискальной политики русского государства. Потому что я уже говорил о том, что это система, при которой люди несли коллективную ответственность за систему угодий, они были жестко привязаны к этой земле, ну, не к земле, а к этому комплексу угодить, к этому коллективу. Ну, все знают понятие кругловой порога. Значит, в общих счетах развитие СИИ-то повторило развитие социальной структуры остального сельского населения в европейской части России. Мы, по словам, вынады, что описание социальной структуры восточных самов несет большое влияние общих историософских концепций. А история феномена СИИ-то очень слабо изучена. Сам по себе этот феномен, он почти не очень слабо изучен, а проблематика остается открытой. СИИ-то очень слабо изучен. СИИ-то очень слабо изучен.